Всю эту мишуру сейчас скинуть, вот эту пыль, то что они их узнают просто потому, что они как бы участники Дома 2 и мутят всякую дичь. То на их фоне, на их уровне, то есть на их фоне, Женя поднимается сразу как бы до 105 уровня, наверное, да, потому что он реально очень крутой. И он до Дома 2 был, как бы, его люди знали, у него была своя публика, была своя аудитория. И когда начинают, многие участники, да, не буду называть имен, которые в жизни, к сожалению, кроме Дома 2 больше ничего не видят. Я сам тоже, я когда пришел на Дом 2, да, как бы я пошел туда на месяц по фану, да, давно встретил с Машей, вот мы два места пробыли и ушли. Я для себя сделал один вывод, что я за эти два месяца начал деградировать, и когда мне начали накидывать о том, что Маша такая меркантильная, и вы в жизни у вас ничего не получите, да, меркантильный человек, я вам сейчас объясню, есть эгоисты, да, которые только дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне, им что-то требуют. Не давая ничего взамен, даже из той серии мотивации, благодарности какой-то, еще что-нибудь такого, это эгоисты. Вот мы ехали, честно вам скажу, можно это скажу? Да, расскажу. Мы были в Геленджике, нам правда очень понравилось, огромное спасибо отелю, которые нам, ну, которые нас поселили к себе и дали нам обстановку уюта домашнего. Но обратно так получилось, что мы ехали с Машей просто на поезде. Мы ехали на поезде. У вас нет еще зарядки на айфон по лордбэнку? Понимаете, Маша со мной ела, кушала в поезде доширак. Я вам честно говорю, вот вся вот эта история, что она такая, она со мной только из-за того, что, вообще, хотя непонятно из-за чего, у меня как бы не было там столько денег или еще чего-то. Она ехала со мной, кушала доширак. Сегодня я ей решил подарить, сегодня мы в Орлиных скалах, это один из самых крутых спа-отелей нашего курорта, куда реально приезжают очень богатые люди. И сегодня мы отдыхаем в самом, ну, дорогом номере, да, получается, вот. И сегодня она ужинает со мной в ресторане, вот, хотя ехала со мной, кушала доширак. И Маша мне дает, понимаете, вот смотрите, вот смотрите, я вам сейчас объясню, у каждого человека в жизни присутствует какая-то мотивация, да. Если человек живет, ну, как бы мне на все хватает. Я сегодня ехал, кстати, с таксистом, мы над всем общались, я вот так подумал. Я суши люблю, да. Посмотрите, сейчас, например, человека начинают закрывать, да, там, подкинул, ну, нашли у него, например, наркотики, да, или еще чем-то такое. Или он совершил какое-то преступление. Ему говорят, либо тебя закрывают на 20 лет, либо неси 5 миллионов рублей. Он начнет задницу свою чесать, он просто в мыле будет бегать, и он найдет эти 5 миллионов, чтобы себя отмазать. Ну, только, наверное, как бы совсем критим не сделает этого и уйдет там на 20 лет сидеть. Есть вещи, как бы, то есть есть другая мотивация, хорошая. И Маша меня мотивирует, она меня вот смотивировала. У меня сейчас цель и желание, не просто там Роберту, знаете, велосипед на день рождения купил. Я там потратил 40 тысяч в день рождения, да, там, его телефон купил, велосипед, и хожу такой гордый. Я же на сына 40 лет потратил на его день рождения. Да нифига, это неправильно. Я приехал, мы пошли, там, купил ему кроссовки, такой, да, я же ему кроссовки купил. Я, вот я сейчас делаю все, каждый день моя голова работает и думает о том, как жить так, чтобы я мог своему сыну давать все самое лучшее, чтобы не слышать там от Аляны, что он где-то помогает, где-то не помогает. У нас с ним максимальные там понятия, максимальные помощи разные. Чтобы я вызову, чтобы, ну, это, а это уважение будет. Вот, и чтобы моя женщина ни в чем не нуждалась. Потому что, если, понимаете... У нас с Робертом день рождения в один день, 13 мая. Да, я вот сейчас, ну, как бы, у меня окружение, как бы, меняется очень кардинально. Это правда. Да, я, я не хочу, чтобы в моем окружении были собутыльники. Собутыльников хватает, реально. Я хочу, чтобы в моем окружении были друзья, партнеры, с кем мы можем не просто приятно встречаться, а еще и, как бы, полезно это время проводить. И чего-то добиваться друг с другом в жизни. Поэтому, знаете, я один раз придумал выражение когда-то такое. Хочу сказать его мужчинам. Вот, говорить женщине, дорогая, с милым рай в шалаше, заработайте, пожалуйста, право говорить эту фразу за 20 тысяч евро в месяц. Тогда будет с милым рай в шалаше. Да, Саша? Видите, как Саша меняет свое мышление? Вот. И меня вот очень печалит, что на проекте, как бы, да, вроде приходят взрослые мужики. Честно, я вот два месяца я не выдержал больше. Я очень люблю это место. Но, видимо, я действительно вырос с проекта, потому что... Я вот как посмотрел, реально, самые адекватные люди уходят оттуда. Да, все самые адекватные люди, да, уходят оттуда. И накидывать участникам мнение о том, что без дома 2 вы как бы никто, и вы уйдете, через неделю вы разойдетесь. Мы месяц уже, да, как назад? Да, это книга «Думай богатей», кстати, эту книгу Саше подарила на день рождения. Да, кстати, мы реально месяц назад ушли. Да. 23 числа. И завтра у нас 3 месяца отношений. Да. Мы ушли месяц назад, поэтому, друзья, уже как минимум вы на 4 недели ошиблись, вот, потому что мы все равно вместе. Да. Мы 2 недели только отдыхаем вместе. Да. Даже больше уже. И я хочу тебе большое спасибо сказать за то, что ты со мной, правда, и мы в Геленджике, я поймал кишечную палочку, потому что там все ее ловят в море, искупался. Маша тоже, и она никуда не уехала от меня. Она меня не оставила, не бросила. Она со мной скоряченная вот такая лежала. Так я тебе еще лекарства приносила. Еще я ходила, да, в аптеку лекарства покупала. Мы женщины сильнее. Мне тоже было плохо, но я ему делала полисорв, заставляла пить его таблетки. Он как маленький ребенок не хотел. Да, все, она меня выходила, поставила на ноги к моему дня рождения, чтобы мы 16 числа поехали, покатались на яхте. Армен, огромное тебе спасибо, чтобы мы посидели в очень крутом ресторане. Блэквуд, огромное спасибо. У вас акула мега вкусная. И у нас счет был, я не знаю, насколько, я не хочу говорить, но это был огромный счет. У нас было много людей. Мы ели, пили все, что хотели. Мы зажигали, танцевали, пели, катались на яхте, встречали закат. Получается, это было на море, это было очень круто. Это было действительно очень круто. Поэтому, понимаете, можно правда жить с мышлением. Там мне как бы хватает, как бы... Смотрите, когда люди говорят, будь проще, да, простота не заключается там в финансовом аспекте. Да, если я там разбогатею, к примеру, когда точнее разбогатею, это некую, ну, моя простота никуда не денется. Я какой-то был... Армен, да, вот, пишет наш брат. Наш брат пишет, привет, привет, Садрюшка. Эй, Джей, Эй, Джей. Жалко, что тебя не с нами, эй. Да, Эн Джей и Эй, Эйр, да? Вот, спасибо, Армен, тебе огромное. Мы тебя реально вспоминаем всегда. Скоро приедем в Москву к тебе на день рождения. Да, я очень рада, что у Саши есть друзья в Москве, с которыми очень хорошо дружат, и он меняет свое мышление, он говорит о том, что он хочет жить в Москве, он хочет развиваться, мне это очень нравится. А Маша в свою очередь поняла, как это круто купить здесь себе дом, чтобы он просто был, чтобы приезжать. Реально тебе понравились места, вот на отдых ездить, медовые водопады, мы еще в Архиз не съездили с тобой, вот, Орлиные скалы, блин. Ну, здесь, знаете, такие места, здесь город очень спокойный, я считаю, что это город для взрослых людей, для пожилых людей. Вот моя мама, мне было прекрасно, если бы моя мама здесь бы жила, потому что хороший воздух, да, нет суеты, маленький город, но это не для молодых город, я считаю, что молодым нужно... А приезжать отдыхать? Да. Вот так вот просто, как мы сегодня... Отдых супер. Блин, ребят, вот, правда, пересмотрите наши сторисы, Орлиные скалы, это что-то вот... Это очень крутое место. Это как какой-то крутой гольф-клуб в Москве. Я просто в том году играла в гольф, и я ездила в разные гольф-клубы Москвы. И я сюда когда-то приехала, говорю, слушай, мне здесь нравится. Здесь реально, вот, ну, покажи. Смотрите, сейчас я вам покажу. Просто здесь скалы. Да. Вот. Это закрытый ресторанчик, вот. Это наша верандачка, так, чтобы людей не снимал, вот. Смотрите, как здесь круто. Смотрите, какое солнце... Зай, смотри сюда, иди сюда быстрее, красное солнце, смотри, закат. Кисть, глянь, повернись просто. Смотрите, какой закат, солнце красное. Зай, смотри на закат. Смотри, солнце какое. Это вот сам отель Орлиные скалы, вот. Ну, туда не буду дальше показывать, там очень красиво свадьбы проводить, вот. Это территория такая. Внизу сам город, то есть он в скалах здесь находится. Вот. Там, получается, закрытый ресторан, это веранда. Нам, в общем, здесь очень сильно с Машей понравилось. Мы обязательно с тобой будем еще приезжать. Вообще, я на самом деле рекомендую. Я оставил ссылку в сторисе. Обязательно посмотрите, перейдите. Блин, я здесь, ну, я как бы не первый раз уже здесь, вот. А Маше первый раз, ей очень понравилось. И, кстати, номера, я вам скажу так, что по доступным ценам мега крутые. Вы согласились? Да. В общем, вот что я хотел... Когда эфир с Ольгой Васильевной? Может быть, завтра проведем. Завтра, да, проведем. А мы завтра съездим, да, вечером, наверное, проведем. И завтра съездим с Ахмедом встретимся. Да. Как раз по делам пообщаемся. Я всем с пиццей. Да, Ахмед тоже. Мы познакомились еще до того, как Маша приехала. Отличный человек, отличный парень. Думаю, что у нас свяжется кое в чем, ну, как бы, дороги пересекутся с ним. Пицца очень вкусная. Я прям... В общем, основная мысль, которую я хотел донести... Вот смотрите. Она когда-нибудь допьет и доест. Вот смотрите, я сейчас скажу и закончу, дальше ты пообщаешься, ладно? Основная мысль, которую я хотел донести, любой косяк, да, там, вообще любую ситуацию можно либо вырулить, либо растащить, ну, то есть разбомбить в такие дребезги. И не ведитесь, мужики, на том, когда вам говорят, да она, сука, меркантильная. Вот если она с вами кушает в поезде, едет с вами в поезде, кушает доширак, вы просто обязаны сделать все, чтобы завтра она заказывала, что хочет и просто чувствовала себя мега круто в офигенном спа-отеле, как минимум в одном из самых лучших, там, где вы находитесь. Вот, потому что женщина это мотиватор. Я тебя очень сильно люблю, Зая, я тебе покушаю, а ты поболтай, ладно? Все, можешь дальше сама. Доширак это вкусно, но это вредно, у меня после этого желудок болело. Ну, вы понимаете, как бы, о чем я говорю. Саша есть быстрее, она все сожрет. Я просто очень люблю пиццу, очень любила. Правильные слова пишет моя подружка Машуля, очень хорошая девочка. Спасибо, моя дорогая. Да, я тоже считаю, что когда меня винили в меркантильности, у Саши есть друзья, успешные мужчины, и они, когда вышли наш разговор, и они говорят, Саша, но она не меркантильная, она та женщина, с которой рядом мужчина станет миллионером. И мы, когда разговаривали с Сашей, у нас был там конфликт на море, вот, и он сидит и говорит, ну, я понял, говорит, что с тобой, чтобы мне встречаться, мне нужно минимум мулям зарабатывать. Да, помнишь, да? А потом, знаете, вот, честно вам сказать, я, вот, ну, мое окружение, с кем я общаюсь, ну, они, наверное, ну, им перед другом, друг перед другом сказать, слушай, я миллион зарабатываю, это, наверное, неловко, да? Угу. Вот. Я понял, что на самом деле, как бы, миллион, это не такая уж, как бы, какая-то заоблачная... Вот именно. Вообще, как бы, цифра, вот, у меня просто долго не было, как бы, цивилизации, да, и когда мы с Оляной зарабатывали хорошие деньги, я оказался, что это, вот, очень круто. Сейчас я понимаю, что это уже, как бы, давно было. Нет, это не Чуев успешный, мы говорим про других людей, чьи имена мы точно не можем здесь озвучивать, озвучивать. Смотрите, секундочку, давайте так, а почему, кто считает, что Чуев неуспешный человек, он, извините, пожалуйста, он оплачивает своей дочке, один из самых дорогих учебных заведений в Дубае, он содержит свою дочку в Дубае, а понимаете, в Дубае, сколько вообще все стоит? Саша совсем другой влюбленный. Вон, у него семья ни в чем не нуждается, у него много интересных проектов, я считаю Чуева очень успешным человеком, и я стараюсь очень многому у него учиться. Я, например, когда мне Глеб Жемчугов говорит, какие-то советы мне дает по поводу, там, жизненной позиции, или, там, Надь Ермаковой, или еще кто-то такой, я обычно смотрю на человека, а что у тебя вообще в жизни есть, что ты добился? Вот, что ты по факту, как бы, можешь мне сказать, чтобы я такой, а, давай, я так же сделаю, и буду таким же, как ты. Ну, то есть, если я, а, точно так же сделаю, как Глеб Жемчугов, я, как бы, начну ходить налево-направо, бухать, и вернусь на Дом-2, вот. Еще я киданно жирала. Когда мне Чуев дает какие-то советы, я к ним прислушиваюсь, потому что, ну, я думаю, а, ну, если я так же сделаю, как бы, я себе тоже куплю дорогую машину, построю себе дорогой, ну, большой дом. Приятного аппетита мне, да? Приятного аппетита. Как зовут вашего друга с отдыха Амиров Мид? Амиров Мид, мы его заметили. Амиров Мид, мы его любим. Алиана говорит, что ты не помогаешь сыну, а только спрашиваешь номер карты. Я не знаю, как это прокомментировать. В смысле, ну, конечно, я хочу большему помогать, вот. И я сейчас понимаю о том, что вот это выражение, помогая как могу, оно меня не красит. Мне надо больше ему помогать. Да, и Саша знает, и Саша стремится. Мы с ним разговаривали, я ему сказала, даже временные рамки, в которые он должен мне показать результат, не мне, а в первую очередь, а себе. Просто, Саша, он такой человек, который говорит, мне ничего не нужно. И это очень плохо, когда вы говорите, что вам ничего не нужно. Говорил. Говорил, молодец, он изменил свое мышление благодаря общению со мной. Меня зовут Руслан, если что, наш друг, любимый. И он всегда говорил, что мне ничего не нужно, мне и так кайфово. А я говорила, нет, а мне так не кайфово, извини. Ну, мне неудобно, я за комфорт. Пойдем, они нас смотрят, нас смотрят NJ. Да. И AR. AR, не знаю. Вы не забыли, я сейчас приеду в Москву, сейчас будем вместе работать, я вообще прям там во всем помогу. И мы прям... Будут работать. Я ему не дам мне работать. Мы прям увеличим, увеличим ваш товарооборот. Как минимум в три раза. Пишут, на шлюх он тратит, а сыну хер помогает. Прости, пожалуйста, я не помню, чтобы я на тебя тратил деньги. Честно. Саша уж точно на кого, на кого на шлюх денег тратить не будет. Приятного аппетита, любимый. Габозики, вы супер. О, Руслан, значит, люблю это имя, ты прикольный. Он очень прикольный. Это с ним у меня был танцевальный баттл. Ну, кстати, я забыла его выложить, но я в сторис обязательно выложу. Вот, мне реально очень нравится, что Саша меняется. Я помню, как на Дом-2 у нас были из-за этого конфликты, ссоры. А сейчас я смотрю, что он действительно начинает мыслить правильно, и я вижу, что он стремится. Ты даже знаешь, что в Карлоге я обжиниграм и не пил. Да, кстати, во-первых, Саша завязал с алкоголем. Вот, последний раз, когда мы ходили... Ну, сегодня мы шампанского в этом выпили. Но мы разве пьяные сейчас? Да, нет, мы выпили сегодня... Я считаю, выпить на отдыхе ничего такого, мы стимулы адекватные. Просто, как раньше, вот этого нет. Мы ходили в последний раз в караоке, и я попросила его, Гурсаж, пожалуйста, давай... Да я и без этого, как бы, ну... И он говорит, у меня уже нет желания пить, я, говорит, смотрю на людей, все напились, говорит, а мне не круто, мне не весело, мне не интересно, мне не интересна такая тусовка. И, ну, для меня это вообще огромная радость, счастье, что Саша вот так меняется, и я смотрю всегда на поступки, и я все вижу. Самое главное, что Саша, знаете, вы можете быть в отношениях с миллионером и миллиардером, но он будет тратить на вас, там, и своим поступками показывать 10%, ну, для него это как не будет составлять большие ценности. И, значит, вы такая ценность для него. Хотя он будет давать вам много по вашим меркам, но по его меркам это будет ничего. А я сужу по Сашиным меркам, да, и я вижу, что он пытается отдать на все, и меня это безумно подкупает, и я вижу... Да, и, между прочим, это написали, извини, пожалуйста, перебилку, и за рекламу взяли себе отель. Мы вот этот отель не за рекламу взяли, поверьте. Мы просто выбрали, какое место нам больше нравится. Да. Зай, давай только, знаешь, пообещай, что мы в следующий раз обязательно посетим в Хоббит-дом. Я просто люблю такие места. Мне, естественно, там не очень понравилось. Там, знаете, просто, короче, там такая, ну, картинка очень красивая, там сделано, ну, получается, как это, комплекс сделан такой, ну, типа турбаза. Она все сделала, там все домики, как у Хоббитов были. Туда заходишь, и как, помните фильм этот, «Властелин колец», вот Хоббиты, где жили? Все, вот один в один, круглые дверцы, круглые окна. Я же ребенок по своей сути, мне же хочется поиграться там. Вот. В общем, все у нас хорошо, все у нас сложится. Я благодарю судьбу, что судьба мне послала такую женщину, как Маша. Кстати, с правильной женщиной мужчина всегда станет успешным. Дай бог, не подведи меня. Не подведу. Вот. Не подведи. Цени его, это главное. Да. Цени его. Согласен, гулять и бухать, и отдыхать, все могут, а работать это другое. А Лиану зачем дубасить? Маша хорошая. Очень рада за тебя, Маша. А, то, Аля, она дубасит, я не знаю. Дубасил. А, головы не было на плечах. Я же признаю свои ошибки. Пытается сейчас работать над собой. Над своей вспыльчивостью. Он реально очень, очень трудится. Ребята, если вдруг прямой эфир прервется, просто у меня садится телефон. Нет, мы не скучаем потом два вовсе. Чтобы вы сохраните. А то, если он следит, он не сохранится. Хорошо. Ребята, да, а мы еще попозже выйдем. Завтра выйдем еще в прямой эфир. С Ольгой Васильевной. С Ольгой Васильевной. Спасибо. Ольга Васильевна просится, да, и слово ей дать. Поэтому мы обязательно с Ольгой Васильевной. По Дому 2 не скучаем ни в коем случае. Вот. Люблю проект, люблю персонал. Я тоже очень люблю и безумно уважаю всех, кто с нами работал, кто с нами сотрудничал. Но я вот, я люблю съемки, я люблю шоу, я люблю камеру, я скучаю, да, по камере, по съемкам. Но Дом 2 это не мой формат. Вот так вот. Да, и для меня, к сожалению, или к счастью, точно так же стало. В общем, друзья, мы вас всех любим. Все, мы вас целуем. Всем большое спасибо. Пока, наши хорошие. Хорошего вам вечера. Пока. Субтитры подогнал «Симон»